Расглядеть морала среди деревьев и травы задача непростая. Осторожное животное – мастер камуфляжа. В этом питомнике на территории в 205 гектаров живут 75 оленей. В том числе и 15 малышей, которые родились в июне этого года. Условия в питомнике почти как в санатории. Ставят прививки и кормят овсом каждый день. Рацион индивидуальный, зависит от времени года. Правда, завидев камеры, моралы трапезничать не решаются. Реагирует на движение животного и снимает ночью и днём. Приглядывают за своими подопечными специалисты с помощью фотоловушек. Их моралы не боятся и даже пытаются понюхать и облизать. Учёные рассказывают, с каждым годом этих красивых животных в крае становится всё меньше. Виной тому охотники. Моралов в Боготольском и Ачинском районах уже внесли в Красную книгу. Ещё чуть-чуть, и туда же попали бы и особи из Балахтинского района. Поэтому в прошлом году при поддержке правительства края в заказнике Бюзимский создали питомник. Продумали всё, специалисты подбирали место так, чтобы на территории были ручьи и росла пригодная для моралов трава. А заграждения сделали из долговечной испанской сетки. Настолько прочная сама конструкция сетки, что выдерживает вес взрослого человека. Но вот, скажем, без ущерба для самой сетки человек может подняться. Да? И при этом сама конструкция сделана таким образом, что животное, когда попытается выбраться из вольера, только бежит и окажется на пути сетка, отбросит её как батута. То есть полностью безопасное для животных? Полностью безопасное. Этот питомник уникальный. Единственное место во всей Сибири, где моралов разводят не с целью наживы, а для воспроизводства. Проектная мощность этих участков, состоящих из двух у нас кластеров, это участок Александровка и Огоньки, будет 90 единиц. Мы к концу следующего года, 2016 года, должны выйти на проектную мощность. И в 2017-м уже осуществить первый выпуск, который будет порядка 20 особей, что составит, выпустив естественную среду, мы увеличим численность наших моралов на ОПТ на 6%. По 20 моралов в естественную среду будут выпускать каждый год. Специалисты говорят, так за 10 лет удастся увеличить популяцию моралов в крае в два раза. Выпуст будет производиться в непосредственной близости от питомника. Как правило, животные далеко от питомника никуда не уходят, находятся в пределах досягаемости, то есть за ними можно будет наблюдать. Животные будут попадать в дикую природу, смешиваться с соседями, так скажем, обновляться кровь, ну и приносить больше приплод, чем это могло быть просто в дикой природе. И у специалистов еще много планов. Если с моралами все получится, планируют заняться восстановлением численности косули, птиц и других исчезающих животных. Ольга Тишинина, Алексей Гусев. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok